Здравствуйте! С вами воспитатель 71 детского сада Стручаева Ирина Олеговна. И сегодня мы с вами поговорим, как научить ребенка различать цвета и быстро запомнить их названия. Многие родители знают, что ребенок к 3 годам должен уметь различать цвета и знать их названия. Конечно, малыш в этом возрасте не сможет запомнить название всех оттенков, но базовые цвета, такие как черный, красный, белый, желтый, синий, он должен знать. В настоящее время существует множество различных методик, которые могут подсказать некоторые рекомендации, как научить ребенка различать цвета и быстро запомнить их названия. Но тем не менее, есть способы, с помощью которых можно обучать малышей дома. Игр очень много, о некоторых мы сегодня и поговорим. Их можно как купить, так же сделать своими руками. Еще можно просто распечатать на цветном приторе. Родителей часто интересует вопрос, как познакомить ребенка с цветом. Взрослым надо знать, что малышу всегда легче строить умозаключение на основе собственного опыта. На первом этапе обучения производится с лечения цветов. Игра вы все-таки называете цвет, но ребенок еще реагирует на зрительное соотнесение предметов. К зеленой чашечке мы подберем зеленое блюдце. В игре вагончики нужно подобрать вагончики, соответствующие цвету паровоза. Не забывайте хвалить ребенка после каждого задания или игры. Для ребенка это чрезвычайно важно. В следующей игре нужно не только подобрать болтики и гаечки по цвету, но и нужно их закрутить, что важно для мелкой моторики руки. Растая в стаканчики по цвету в соответствии с картинкой. После того, как ребенок научится свечать цвета, будем учить ребенка находить цвет по слову, определяющему цвет. В игре пассажиры вы называете цвет вагона и кого в него нужно посадить. Не забывайте также о словах похвалы, тем самым вы закрепляете верный результат. Для игры мост и спичек вам понадобятся голубые ленточки или распечатанная речка, как у нас. Две маленькие игрушки, спички разных цветов. Их можно покрасить гуашью или фломастерами. Объясните малышу, что игрушка должна добраться до своего друга. Но для этого нужно построить цветной мост. Только есть одно волшебное условие. Мост нужно построить правильно. Например, он должен быть только из красных спичек и правильно назвать его цвет. Иначе он может сломаться. Ребенок может самостоятельно выбрать цвет. Если ребенок легко справляется с задачей, усложните ее, сказав, что мост должен сегодня быть полосатым. Повесь на веревку зеленый свитер. Повесь на веревку красную куртку. Заполни дорожку только красными фигурами. В игре мороженое ребенок не только должен назвать цвета шарика, но и в правильной последовательности по карточке положить их в рожок. В данной игре можно совместно с ребенком выкладывать мороженое, давая лишь словесные инструкции. А можно заготовить карточки и, глядя на образец, предложить ребенку самостоятельную выкладку. На третьем этапе можно задавать ребенку вопросы, в ответах на которые ребенку нужно будет назвать цвет, определяющий предмет. Например, какого цвета этот лимон? Ребенок должен ответить, лимон желтого цвета. И треугольник какого цвета должен быть? Желтый. Превратите процесс изучения цветов в увлекательную игру и малыш с радостью день за днем будет открывать для себя этот удивительный, яркий и разноцветный мир. Например, находясь малышам на улице, показываете ему различные предметы, называя их цвет. Обратите внимание, что трава зеленого цвета, солнышко желтого, снег белого, а небо голубого. Также очень хорошо тренироваться на автомобилях, которые проезжают мимо вас. Называйте малышу знакомый цвет колец, когда собираете пирамидку. Обращайте внимание на цвет книги, которую выбираете для чтения. Таким образом, ваш малыш сможет запомнить все названия цветов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok